Добрый день! Меня зовут Анна Кузнецова, я представляю Клуб Исторических Танцев по ДКТ. Приглашаю вас стать участником кинопроекта «Семь историй». Этот проект рассказывает о жизни Екатеринбурга рубежа XIX-XX веков. Мы с вами находимся в старинном особняке нашего города, в доме генерала Качки, где сейчас располагается Музей Истории Екатеринбурга. Сегодня мы поговорим про утренние сборы дамы конца XIX и начала XX веков. Что важно знать о Екатеринбурге этого времени? Дамы уже следили за европейской модой, но прежде чем дама облачалась в костюм, она проводила некоторое время перед зеркалом, за бодуарным столиком. На улицу или даже на завтрак или обед дама не могла появиться с распущенными волосами. Поэтому обязательно с утра дама делала прическу, либо ей помогало это сделать модистка. Волосы завивались на горячие щипцы, которые нагревались над огнем. Конечно, это не давало здоровья волосам, но что не сделаешь ради моды. В период начала XX века в моде были очень пышные прически. Порой дамам не хватало своих волос для их создания, поэтому даже могли использоваться накладные локоны. Собрав волосы в прическу, обязательно прическа украшалась либо красивой шпилькой, либо пирожкой, и это обязательно был очень памятный аксессуар, который дама могла получить в подарок от кавалера. В начало XX века уже можно было легко купить косметические средства, потому что они стали более доступны. В то время дама пользовалась тональным средством, румянами, пудрой и карандашом для бровей. Самое интересное, что в моде была уже яркая помада. Создавая свой красивый образ, дама могла по часу или два провести рядом с зеркалом, и если на завтрак и обед она наносила легкий макияж, то к вечеру она уже могла добавить яркую помаду, ягодных оттенков, чтобы еще больше украсить свой образ. На женском пудуарном столике можно было встретить красивые аксессуары. Чаще всего их можно было купить именно набором. В наборе можно было встретить зеркальце, которое использовалось для того, чтобы дама могла нанести косметику на свое лицо. И в этом же наборе была расческа для волос, обязательно с щетиной. Именно щетина считалась, что не портит волосы и ухаживает за ними. Прежде чем надеть верхнее платье, дама облачалась в нижнее белье. Во-первых, это была сорочка, украшенная красивым кружевом. Отдельный аксессуар – это панталоны, которые нельзя было показывать. Важно понимать, что мода конца 19-го, начала 20-го веков формировалась за счет каркасообразных элементов одежды. Первый из них – это, безусловно, корсет. Он формировал определенный силуэт, плавный, S-образный. Таким образом, чтобы грудь у дамы выдвигалась немножко вперед, а бедра, наоборот, уходили плавной линией назад. Помимо корсета, дамы также использовали специальные твернурные подушечки, которые создавали объем на бедрах. Подушечки эти наполнялись ватой или другой тканью и надевались под нижние юбки. А вот нижние юбки могли быть использованы одна или даже две разных, украшенные кружевом и оборками. В начале 20-го века идеалом красоты была гибсоновская дама. Он изображал очень стройную, тонкую даму. Была плавность линий, которая поддерживалась природными элементами. Таким образом, дама олицетворяла собой садовый цветок. Она как лилия или роза распускалась и украшала собой общество.